Всем привет! Это видео о том, как открыть панель управления в Windows 7, 8 и 10, а также как вернуть её в привычное место после обновления Windows 10 к сборке Creators Update. В Windows 7 и более ранних версиях все настройки и управление операционной системой осуществлялись через панель управления. Чтобы открыть её, было достаточно открыть меню «Пуск» Панель управления В Windows 8 и 10 Microsoft начал внедрять в систему меню настроек с названием «Параметры» и панель управления пропала из обозрения. Тем не менее, для осуществления многих настроек и функций системы в последних версиях Windows все еще требуется панель управления. Для того чтобы её открыть, Windows 8 или 10, кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажмите сочетание клавиш Windows Plus X. Выберите в открывшемся под меню пункт «Панель управления». Имейте в виду, что в сборке Windows 10 Creators Update в данном подменю пункта «Панель управления» не будет. О том, как вернуть пункт «Панель управления Windows 10 Creators Update» в данное подменю я расскажу в конце видео. Досмотрите. 2. Откройте меню «Пуск» и найдите в списке программ папку «Служебная Windows». Откройте её и среди прочих вы здесь обнаружите панель управления. 3. Используя поиск Windows, можно найти и запустить любое из приложений или программу, которые установлены в системе. Для этого кликните на значке «Поиска» и введите панель управления. 4. Windows найдёт и предложит вам панель управления классическое приложение. Кликните на нём и панель управления откроется. 5. Ещё один способ. Откройте «Параметры», «Персонализация», «Темы», «Параметры» значков рабочего стола. 6. Среди прочих значков рабочего стола также присутствует панель управления. Отметьте её галочкой. 7. Переменить. 8. ОК. После этого значок «Панель управления» появится на рабочем столе компьютера и будет находиться в постоянном доступе. 8. Также панель управления можно запустить, используя инструмент «Выполнить». Для этого нажмите «Windows Plus R» и в открывшемся окне инструмента введите команду «Control» — «ОК». Панель управления открыта. 9. На рабочий стол можно добавить ярлык на панель управления. Для этого кликните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Создать ярлык». В открывшемся окне в поле укажите «Расположение объекта», введите английскими буквами «Control». Далее введите имя ярлыка. Готово. В результате на рабочем столе появится ярлык на панель управления. Вы сможете её как открывать прямо отсюда, так и перенести его на начальный экран, в меню «Пуск» или «Закрепить на панели задач». Сделать это со значком рабочего стола, который создан описанным выше способом, нельзя. 10. И последнее. Как я уже говорил ранее, в сборке Windows 10 Creators Update в подменю Windows Plus X меню «Пуск» пункта «Панель управления» не будет. Если вы уже привыкли его запускать отсюда в предыдущих сборках операционной системы, то я покажу как его вернуть на привычное место. Для этого перейдите в папку на диске C «Пользователи» «Имя пользователя» «AppData» «Local» «Microsoft» «Windows» «WinX» «Group2» В данной папке расположены ярлыки на инструменты, которые отображаются в этой части под меню кнопки «Пуск». Чтобы добавить сюда пункт «Панель управления» нужно добавить в открытую нами папку ярлык на панель управления, который находился здесь в предыдущей сборке Windows. Если у вас есть доступ к предыдущей сборке Windows 10, скопируйте ярлык оттуда. Если нет, скачайте его по ссылке, которая есть в описании к этому видео. Имейте в виду, что размещение в папке «Group2» созданного самостоятельно ярлыка на панель управления не даст нужного результата. Перезагрузите операционную систему. В результате, кликнув правой кнопкой мыши на меню «Пуск» мы видим, что пункт «Панель управления» появился на привычном месте. На этом всё. Надеюсь моё видео будет полезным для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!